Скоро в школу. Основным вопросом обсуждения на совете глав Щелковского района был вопрос о завершении подготовки к новому учебному году. 86 учреждения образования, в том числе школы и детские сады, готовы к учебному году. 1 сентября там пройдут торжественные линейки. В целом мы к новому учебному году готовы. К одновительному сезону также все 86 учреждений промыты, опрессованы и подготовлены акты. В День знаний во всех школах района будут предприняты и черпывающие меры безопасности. В здании учебных заведений проверят сотрудники МВД. Родителей, желающих поздравить детей на праздничной линейке, в субботу 1 сентября придет заметно больше обычного. В тех учреждениях, где учеников очень много, а это пример 17-я школа, где практически 1800 учеников в образовательном учреждении, мы, конечно же, будем линейки разводить по времени, но первая линейка в 10 часов состоится, конечно же, для первых и 11 классов. Первый в наступающей четверти урок будет посвящен экологии. Еще одно важное мероприятие в расписании учеников состоится 3 сентября. По всей нашей стране пройдет урок России в память о 14-й годовщине трагедии в Беслане. Знаковые мероприятия в этот день запланированы в микрорайоне Чкаловском, на Аллее Героев и во Дворце культуры имени Чкалова. В числе других тем глава района отметил график пополнения государственной программы «Чистая вода». Календарный план работ, предусматривающий реконструкцию девяти водозаборных узлов, выдерживается. По шести ВЗУ заключены контракты по трем, идут торги по определению подрядной организации. Все в дорожных картах у Флянова-Кулакова. Она тоже еще не в госпрограмме, но тем не менее мы тоже уже двигаемся, пакеты официальной документации готов, размещаем в плане закупок и будем объявлять торги, также как в гарантийное письмо МНЖКП. Алексей Валов поблагодарил устроителей и непосредственно самих участников праздника дня города Щелково-Щелковского района, состоявшегося в эти выходные. Впервые на улицах и площадях, а также набережных прошел фестиваль «Душоновские маневры». Клубы исторической реконструкции показали быт и снаряжение воинов девяти эпох, от викингов до современности. В этом году гуляния длились заметно дольше – два дня и были наполнены всевозможными развлечениями. Все вместе в единой команде мы подарили людям праздник. Колоссальный труд, ряд очень непростых задач, но мы справились. Прошу руководителей подразделения представить предложение по награждению от лечившихся. Михаил Налетов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова